Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – множество точек на координатной плоскости. На предыдущих уроках мы рассматривали уравнение двух фигур – окружности и прямой. Сегодня мы рассмотрим фигуры, задаваемые с помощью уравнений и неравенств, систем и совокупности уравнений и неравенств. Первый пункт нашего урока – это фигура, заданная уравнением или система уравнений с двумя неизвестными. Первое задание, которое мы разберем в этом пункте, нам с вами нужно определить фигуру, заданное уравнением. Запишите, пожалуйста, все в тетрадь, в том числе и этот уровень. Мы с вами его записываем. И что мы имеем? Мы с вами имеем квадрат разности у и единицы и квадрат суммы х плюс 3у. И мы с вами говорим, что они должны быть больше либо равно 0. А сумма двух, как мы знаем, неотрицательных чисел равна 0 тогда и только тогда, когда каждая из этих чисел равно 0. Таким образом, фигура, заданная уравнением, может быть заданной и системой. Давайте с вами запишем эту систему. Системой будет являться у минус 1, равная 0. И х плюс 3у, равная 0. В системе, а значит, уравнению, которое у нас было изначально задано, удовлетворяет единственная пара чисел. Если мы с вами решим это неравенство, мы с вами получаем, что х у нас принимает значение минус 3, а у принимает значение единица. И мы с вами можем ответить, как раз-таки, что это за фигура. А фигура у нас будет являться в данном случае точка с координатами минус 3 и 1. И ответом будет являться точка с координатами х, равная минус 3 и у, равная единица. Следующее задание. Нам с вами нужно определить фигуру, заданная системой уравнений, которую вы видите сейчас на экране. Мы с вами знаем, как чертятся эти фигуры. В первом случае мы видим, что будет прямая. Во втором случае у нас будет окружность. Мы с вами изображаем на одной системе координат и окружность и прямую. И мы имеем с вами две точки пересечения. Они и назовем эти точки пересечения А и В. Подстановкой в систему значений х, равная минус 2, у, равная 3, можно убедиться в том, что точка А имеет координаты минус 2 и 3, если мы все поставим как раз-таки в систему. Аналогично убедимся в том, что точка В имеет координаты 1 и 0. Если мы подставим координаты в систему, то мы получаем, что она действительно тоже нам подходит. Отсюда мы можем сделать вывод, что фигура наша состоит из двух точек. Из точки А с координатами минус 2 и 3 и из точки В с координатами 1 и 0. Следующее задание – это на координатной плоскости нам с вами надо изобразить фигуру F с заданной уравнением. Перед нами уравнение х квадрат минус у квадрат, равное 0. Первым делом, для того, чтобы построить график, мы должны немного преобразовать это уравнение. Давайте запишем это уравнение. х квадрат минус у квадрат равно 0. Что мы видим? Что это разность квадратов. Записываем по формуле. х минус у и х плюс у равно 0. Фигура, заданная уравнением, определяется совокупностью уравнений. Запишем совокупность уравнений. Это х минус у равное 0 и х плюс у равное 0. Причем мы с вами знаем, нам спросили изобразить фигуру. Мы преобразуем наши уравнения. Получаем, что у в первом случае будет равен х, а во втором у равняется минус х. Изображаем все это на графике, который как раз-таки у нас указан с правой стороны. И, соответственно, мы с вами можем сделать вывод, что фигура f состоит из двух прямых. у равное х и у равное минус х. Мы с вами доказали это алгебраически и показали это графическим путем. Следующий пункт, номер 2 нашего урока. Это фигура, заданная неравенством или системой неравенств двумя неизвестными. Давайте посмотрим на три неравенства, которые указаны у меня ниже. Например, неравенство х больше либо равняется 1. Задается правая полуплоскость, ограниченная прямой х равной 1. Как мы это получили? Первым делом мы с вами построим график этой функции. Невзирая на знак «больше», мы строим график х равная 1. Дальше. У нас же неравенство было. Причем оно больше либо равно 1. Мы с вами понимаем, что х принимает значение больше либо равно 1 в правой части. Отсюда мы штриховываем правую часть. Но мы с вами понимаем, что и х равная 1 нас тоже удовлетворяет. Поэтому мы жирным обозначаем значение 1. Далее. х квадрат плюс у квадрат меньше либо равно 4. Когда мы проходили геометрию, мы с вами понимали, что точка должна лежать внутри окружности. Правильно? Потому что меньше, чем 4. Первым делом мы с вами должны построить график этой функции. В данном случае это будет окружность с радиусом 2 и центром в точке 0,0. Мы понимаем, что она лежит внутри. Значит, мы внутри окружности все заштриховали. Причем мы с вами понимаем, что знак у нас меньше либо равно. Значит, всю окружность мы тоже обозначаем жирным. Дальше. А что же у нас будет тогда, когда точки у нас лежат вне окружности? Мы понимаем, нас удовлетворяет любое значение, которое лежит вне окружности. Мы его штрихуем. Но знак-то у нас, видите, строгий. Больше. Что х квадрат плюс у квадрат больше, чем 4. И поэтому окружность мы с вами рисуем пунктирной линией, потому что больше либо равно 4. Смотрим дальше. Если фигура задана уравнением и является линией, разбивающей плоскость на две части, то в одной из этих частей будет выполняться неравенство больше нуля, а в другой неравенство меньше нуля. И чтобы определить, какое из этих двух неравенств выполняется в конкретной части плоскости, нужно взять произвольную точку в этой плоскости с координатами х и х0 какой-нибудь, и у0, и выяснить как раз-таки наш знак. Давайте наглядно рассмотрим пример. Пример у нас будет следующий. Нам с вами нужно изобразить множество удовлетворяющих неравенств. Что мы с вами видим? Мы с вами видим наше неравенство. Мы с вами должны построить график. Какой будет график? y равное 2 минус x. Мы с вами знаем, что график этой функции – это прямая. Мы построили с вами прямую. Причем мы видим знак. Меньше либо равно. Она у нас будет жирная. То есть сама прямая тоже будет входить. И что мы говорим? Что неравенство удовлетворяет координаты всех точек полуплоскости, лежащие ниже прямой. Вот мы и отметили их. Давайте рассмотрим еще один пример. А что же будет, когда y больше, чем 2x минус 4? Мы с вами видим, что знак у нас строгий. Больше. Отсюда мы говорим, что прямая заданная, наша прямая, будет начерчена пунктирной линией, как это показано на рисунке. И больше. И это значит выше прямой 2x минус 4. Мы зарисовали штриховку. А что же будет тогда, когда на координатной плоскости изобразить множество точек, удовлетворяющие системе нерависть? Мы с вами видим систему. Но сразу сложно построить графики, поэтому мы их преобразуем. Первый график, который мы должны построить, y равное 2 минус x, а второй y равное 2x минус 4. Мы построили два графика. Теперь начинаем разбираться. В первом случае нам с вами нужны значения меньше либо равно, чем 2 минус x. Мы говорим, что прямая тоже будет относиться. Меньше, значит, находится ниже нашей прямой 2 минус x. Что мы видим во втором случае? Что y больше, чем 2x минус 4. Мы говорим, прямая не будет входить, мы изображаем ее пунктирной линией. И значения, которые нас удовлетворяют, они будут лежать выше нашей прямой. И мы будем говорить, что точки координатной плоскости, удовлетворяющие как первому, так и второму неравенству, удовлетворяют заданной системе. То есть там, где у нас прошло как раз-таки пересечение. Это все точки, которые нас удовлетворяют. На этом с вами урок подходит к концу. Что вам необходимо сделать? Вам необходимо выполнить самостоятельную работу в Урдовском документе. И обратите внимание на срок выполнения. Срок выполнения до 18.04. Уложитесь, пожалуйста, во временные рамки. Иначе оценка будет снижаться. Также домашнее задание вам будет задано на Я-классе. Всего хорошего. До свидания. Спасибо за урок.